Видеоролик создан специально для сайта fb.ru Девушка из пластиковой бутылки сделала корзинку для хлеба Творческий человек всегда найдет, как бы украсить свою жизнь. Казалось бы, промышленность предлагает нам массу контейнеров и емкостей для кухни, однако разве с ними сравнится вещь, сделанная своими руками? Например, это корзинка для хлеба. Подберите бутыль объемом не менее трех литров, хотя если вы делаете, например, карандашницу или подставку для кистей, то подойдет и емкость меньшего размера. Обрежьте на нужную высоту и подровняйте срез. Измерьте обхват бутыли и высоту от дна до верха. Из фоамирана вырежьте прямоугольник соответствующих размеров. Если длины листа не хватило, его легко надставить, скрепив фрагменты скотчем. Прикрепите детали с фоамирана на хлопчатобумажную ткань и обрежьте лишнее. Оберните получившимся прямоугольником обрезанную бутыль и зафиксируйте клеем. Точно таким же образом подготовьте лоскут ткань плюс фоамиран для донца и расположите его фоамираном вверх. Промажьте будущую корзинку по периметру и приклейте ее к донцу. Когда клей надежно схватится, обрежьте лишнее. Оберните корзинку еще одним хлопчатобумажным лоскутом, чтобы определить длину прямоугольника для внутренней части. Не забудьте оставить припуски на шов. Высота внутренней части примерно на одну треть больше высоты корзинки плюс припуск на шов. Получившийся прямоугольник сложите пополам лицевой стороной внутрь. Прошейте сторону противоположную сгибу и одну из оставшихся сторон. Необработанный край подшейте швом в подгибку с закрытым срезом, либо загнув на изнаночную сторону один раз, подклейте по всей длине. Выверните деталь с лицевой стороны, приклейте или пришейте кружево. Такое же кружево приклейте в нижней части самой корзинки. Получившийся мешочек поместите внутри корзинки, выступающую часть расправьте поверх стенок. Внутреннюю часть легко вытащить и вытряхнуть скопившиеся внутри крошки. А какие подобные интересные поделки можете посоветовать вы? Поделитесь с нами в комментариях. Ролик подготовлен для сайта fb.ru. Если он вам понравился, не забывайте поддержать нас лайком и подпиской на канал. До новых встреч!